Приветствую вас в новом курсе. Меня зовут Кристина Шумкова. Я художник, педагог, декоратор, ведущий мастер-классов уже достаточно протяжённое количество времени, более 15 лет. Я работаю с различными творческими материалами и стараюсь изучать каждый раз что-то новенькое, чтобы совершенствоваться в своей сфере деятельности. Рогала уже достаточно много всяких разных мастер-классов и с удовольствием поделюсь с вами открытием, рисуем феном и восковыми мелками. Запомните обязательно именно восковыми мелками, потому что мелки пастельные, они бывают разные. Они бывают восковые, они бывают сухие. Также отличаются, скажем так, от самых дешёвых производителей до самых дорогостоящих. В данном курсе вам не потребуется приобретать какие-то масляные, скажем так, пастели высокого качества и высоко художественные, импортные. То есть вам это не пригодится, вам совершенно ни к чему. Но и старайтесь не приобретать слишком дешёвую восковую пастель, мелки назовём, чтобы не путаться. Почему? Потому что чем дешевле вы приобретаете материал, тем хуже качество будет получаемый результат. В виде яркости и насыщенности цвета. Более яркие, красивые пигменты используются, естественно, не в самых дешёвых восковых мелках. Поэтому старайтесь тут не экономить. Далее. В чём разница с этими мелками, может быть, они бывают, помимо того, что разные по стоимости, также разные по длине, слишком короткие, вам тоже не совсем подойдут. Подойдут, но не для всего, скажем так. Также вам потребуется выбрать эти мелочки либо в лучшую в любом магазине. В любом магазине канцелярских товаров они продаются, также продаются в художественных и в интернет-магазинах. Чем больше цветов вы приобретёте, тем, соответственно, разнообразнее будет ваша картина. Далее я предлагаю использовать холст на картоне. Вы, конечно, можете использовать что-то другое. Можно использовать просто загрунтованный картон. Можно использовать какой-то артборд, например, в виде, не знаю, там зайчика, фонарик и сердечка. То есть тут уже что вашей душе угодно, то вы, в общем-то, можете использовать. Самое главное, чтобы поверхность не была просто бумажной и легко впитывающей. Почему? Потому что мелки достаточно жирные. Если не сразу, то спустя какое-то время от них могут появиться такие лёгкие жирные орёлы. И они могут испортить вашу картину. Поэтому, если это какая-то впитывающая поверхность, то старайтесь её перекрыть либо грунтовкой специализированной, либо просто какой-нибудь акриловой краской, например, белой. Два-три слоя. Не строительной, потому что строительной вам придётся достаточно много слоёв наносить. Она очень жидкая, она будет сильно впитываться. Поэтому также краска должна быть художественная. Продаётся она практически везде, даже уже в канцелярских магазинах. И прежде чем, соответственно, потом работать с мелками, желательно, чтобы этот слой у вас висох. Далее, что вам понадобится? Вам понадобится фен. Можно, конечно, использовать и строительный, но он достаточно мощный. И, ну, можете попробовать строительным феном, конечно. Он будет сильно греть и, возможно, получатся пятна в разные стороны. Но, опять же-таки, кто не экспериментирует, тот ничего сверх нового интересного не открывает. Также можно пробовать обычным дорожным феном. Феном помощнее. Но самое главное, чтобы был горячий поток воздуха и мелки были у нас с вами подходящие. Итак, где мы можем применить эти навыки? Картина, нарисованная феном при помощи таких мелков, в первую очередь, она может украшать любой интерьер. Она достаточно абстрактная. Справится с такой картиной даже ребёнок. Единственное, что, конечно, желательно всё укрывать плёнкой, чтобы не испачкать себя, не испачкать всё вокруг себя. Чтобы потом не испортить какие-либо вещи и предметы интерьера, в первую очередь. Эти картины, конечно же, как я говорила, прекрасное времяпрепровождение в кругу семьи. То есть, сделать что-то интересное. Можно взять, например, какой-то большой холст на картоне, допустим, метр на метр. И в четыре руки, в три руки, в две руки, в несколько фенов нарисовать свой шедевр неповторимый семейный. Также можно, конечно, проводить в виде мастер-класса. Но тут надо быть осторожнее. Конечно, обязательно нужно будет использовать фартук. Кому-то, возможно, понадобится использовать перчатки. В первую очередь касается девушек, которые любят всякие красивые маникюры. Тут лучше, конечно, это все прятать за перчатками. Потому что все-таки фен, поток воздуха, брызги. И можно, в общем-то, себе испортить не только одежду, но и все вокруг себя. Поэтому будьте осторожны, будьте аккуратны. Чтобы проводить такой мастер-класс, он достаточно легкий, несложный. Единственное, что, конечно, ребенок 3-5 лет, не то чтобы не справиться, ему будет немножечко сложновато. Во-первых, потому что фен сам по себе имеет какой-то вес. То есть тут желательно, чтобы рука была достаточно крепкая. Но под присмотром взрослого у ребенка тоже может получиться. Но прежде чем проводить подобный мастер-класс, если вы, например, загорелись в такой идее, вам понравились рисунки феном, то попробуйте все-таки провести мастер-класс в кругу друзей, близких людей, родственников. Посмотреть, насколько тяжело вам было проводить, посмотреть, чего не хватает, что хватает, что добавить. То есть на самом деле варьировать можно по-разному. Мелки бывают разные. Не обязательно использовать все цвета радуги, там 353 цвета. То есть можно использовать 2-3 основных и сделать какую-то такую абстракцию в виде какого-то, допустим, узора. То есть можно выложить их таким образом, чтобы у вас получился какой-то рисунок. Такие картины могут украсть интерьеры не только дома, но и офиса, ресторана, какого-то интересного помещения. А тут самое главное, конечно, смотреть по формату. То есть если помещение достаточно большое, то сама картина должна быть тоже достаточно большой. Выбирайте мелки, если не знаете, например, какие выбрать. Еще тут небольшое отступление. Лучше взять нескольких производителей, как зарекомендованных, так тех, которые, например, вам еще не знакомы. Потому что разные производители добавляют разные, скажем так, присадки в свои материалы. И поэтому мелки ведут себя по-разному. То есть то, что получилось у нас с вами на курсе тут с моими материалами, возможно, у вас будет выглядеть немножечко иначе. То есть тут зависит в первую очередь не только от фена, но и от состава самих мелков. Итак, давайте же уже приступим к практике. До встречи в следующем уроке.